Анатолий Рожков больше 15 лет арендует гараж в ГСК «Звезда» на улице Полевой, но уже несколько месяцев пользоваться им не может. Правление кооператива заблокировало его магнитный ключ от шлагбаума и сторожам запретило пропускать автомобиль. И подобные меры были приняты не только к Анатолию. Обращались в полицию, заявление писали о том, что нам незаконно отключили электронные ключи на въезд в ГСК на территорию своим гаражам. История разногласий председателя ГСК «Звезда» Дмитрия Гвоздицына и членов кооператива началась несколько лет назад, а 12 января этого года перешла в острую фазу. В этот день состоялось общее собрание владельцев гаражей, к организации и проведению которого у многих серьезные претензии. Ревизионная комиссия отсутствовала, а голосовать могли только некие доверенные представители. Этот орган из 21 человека по уставу ГСК приравнивается к общему собранию. Ревизионная комиссия отказалась участвовать, она не присутствовала. За нее делал это председатель. Вот кадры с собрания, снятые его участниками. Один из владельцев гаражного бокса просит председателя показать финансовые документы. Документ, я тебе объясняю, я обобщил... Покажите, пожалуйста, все три акта их ревизионных комиссий. Надо по рядам пустить, вообще каждый должен посмотреть. Вот три акта ревизионной комиссии. Не только три, и шесть вам сейчас нет. Там ноябрь. Вот, ноябрь, декабрь. Зачем я посмотрю? Я почему-то не хочу. Ну не на собрание же придешь, я не дам знать. Отказа вроде нет, но и документов тоже. Дмитрий Гвоздицын зачитал по бумажке отчет о поступлении и расходовании средств, также никому его не показал. Люди просили озвучить планы на год, но и этого не дождались. Зато председатель объявил о повышении членских взносов с 6,5 до 7 тысяч рублей. 6,5 тысяч проголосовало большее число участников собрания. Тем не менее, председатель заявил о том, что участники ГСК не голосуют, голосуют только выборные. Соответственно, прошло только 7 тысяч. Претензии членов ГСК имеют под собой серьезные основания. В кооперативе «Звезда» 310 гаражных боксов. Плюс еще ракушки на территории, владельцы которых платят взнос 5 тысяч. Одних только этих взносов в год собирается порядка 2,5 миллионов рублей. Плюс члены ГСК уже несколько лет платят целевой взнос – тысячу рублей на ремонт кровли. Плюс поступает доход от сдачи в аренду крыши под антенны сотовой света. В общем, только за прошлый год в казну ГСК «Звезда» поступила за кадром голос председателя. На счет ГСК, значит, поступило то же самое, что и в актах ревизионной комиссии – 3 миллиона 145 тысяч 656 рублей. 3 миллиона 145 тысяч рублей. И когда этой немалой суммой распоряжается, по сути, один человек, поневоле задумаешься о правильности учета. К тому же Дмитрий Гвоздицын только в этом году опубликовал банковские реквизиты для оплаты. До этого собирал деньги наличными, выписывая квитанцию. И не всегда сдавал их в банк, чем грубо нарушал устав. Неоднократно члены ГСК писали коллективные обращения в правление с просьбой предоставить для ознакомления документы по организационно-распорядительной и хозяйственной деятельности. Безрезультатно. Я пенсионер, зарплаты у меня нет, поэтому, так сказать, лишних денег у меня нет, и я должен понимать, за что я плачу. Кровля, на ремонт которой каждый год собираются деньги, остается больным местом в ГСК «Звезда». Каждый год утечки. Или у кого-то в гараже наверху на втором этаже, или вот, вы видите, сырость. Мы не поленились залезть на крышу ГСК и убедились в явно некачественной работе кровельщиков. Под верхним, недавно уложенным слоем, заметны пузыри воздуха. Кроме протекающей кровли, члены в ГСК беспокоят вопросы пожарной безопасности. Протечки соседствуют с далеко не идеальной электропроводкой. Вот кадры сняты, и в ходе, надо заметить, ремонта кровли. Вода скопилась где-то между слоями кровельного покрытия и пролилась внутрь. У меня отлив стоит над счетчиком. Ну это что такое? Так панель сделал отлив, чтобы не замкнул. Ничего страшного. Вам кожанадзор давно приходил? Как-то у вас тут не очень хорошо это все выглядит. Смотрите, во-первых, кожанадзор приходит регулярно. Я не знаю, там, с какой периодичностью, потому что у нас тут электрик ответственный за это все мероприятие. Ну вот, мы по мере сил и возможности устраняем их, конечно, на крышку. А не дай бог случись возгорания, люди могут оказаться заблокированными в гаражах. Когда-то эти длинные коридоры имели сквозной проход, но несколько лет назад в здании произошла реконструкция. Коридоры стали тупиковыми с единственным выездом, а гаражей стало не 300, а 310. Интересная порядковая нумерация у этих гаражей. 159, 160, потом сразу 303. Рассказывают, что на этом месте раньше был сквозной пожарный проезд, который застроили, превратив в еще один гараж. Но вернемся к заблокированному ключу от шлагбаума Анатолия Рожкова. Спросим председателя. А почему вы человека напускаете? Почему вы карточку заблокировали? Человек не член ГСК, карточки у него нет. В правление он не обращался, договор мне не приносил никто. Вот это вранье, самое настоящее. Договор вот такой, который у меня имеется, подписанный с хозяином гаража номер 13, вот такой договор. Именно этот договор хозяин гаража носил непосредственно в правлении. Дмитрий Гвоздицын тут же находит другую причину. Заметим, разговор ведется исключительно на повышенных тонах. И вот это ваша инициативная группа, которая все являются должниками. Я готов вам предоставить документы. Давай. Председатель показывает папку, в которой от руки записаны суммы якобы задолженностей. И что, всем заблокировали въезд в ГСК? Конечно нет. А вот владелец двух гаражей Владимир Озеров, якобы тоже должник, показывает свои квитанции. 18-й год оплачен, первые полугодия 19-го оплачены. И также нет задолженностей у Дмитрия Куста, у которого арендует гараж Анатолий Рожков. Не выдержал председатель правления, ну и само правление критики на 12 января. Соответственно, стал применять личную неприязнь к владельцам гаражей. А между тем, инициативная группа обратилась с заявлениями уже не в правление ГСК, а в суд. Параллельно собрали подписи за проведение внеочередного общего собрания, переизбрание правления и ревизионной комиссии, принятие новой редакции устава, нынешний датирован еще прошлым веком. Когда этот материал был почти готов, пришла хорошая новость. 20 июня состоялся суд, который полностью удовлетворил требования инициативной группы. Общее собрание 12 января признано недействительным, голосование выборщиками по всем вопросам, в том числе по увеличению взноса, нелегитимным. Конечно, точку в этой истории ставить рано. Будем держать вас в курсе событий. Ирина Микеда, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».